всем привет это снова юля мы приехали в гости к нашему клиенту и сейчас мы покажем как он живет раннее утро сейчас тихонечко разбудим нашего колю здравствуйте можно спасибо это собачка моей девушки я живу здесь не сам с девушкой это было уже давно около месяца по моему было где-то так вот может сейчас в период каких-то там вот локдауна пандемии тому подобного всего может быть чуть дольше сейчас приглашение где-то ожидает срок ожидания месяц минимум месяц правда да подтверждает почему в польшу как бы особо нет таких каких-то предпочтений просто мне было скучно и бесперспективно особо было находиться у себя дома вот и нет какой-то реализации что-то вот и решил попробовать где-нибудь работать в европе в москве не знаю можно было бы поехать туда ну чё-то мне захотелось сразу уехать подальше почему-то вот как-то и запись ближе к европе может быть уже обратился в фирму то есть получил разрешение для начала вот сделал визу прождал там некоторое время по моему живу около месяца уже сюда приехал устроился было приглашение и то есть помогли там нашли так сказать место производстве вот изначально я работал как бы обычным то есть рабочим это все индивидуально то есть и зависит в первую очередь от желания если ты хочешь ну как-то развиваться здесь не просто знаешь потому что люди когда приезжают в европу есть условно две таких касты самым самых таких вот прозаичных то есть люди которые приезжают заработать и позор на вот типа что-то там заработать и вернуться а если люди люди которым здесь интересно уже остаться находиться то есть ты начинаешь развиваться то есть как-то интенсивно учить язык я ну параллельно я устроился естественно на курсы том курсе языковые да это платно бесплатно расскажи тоже платно но есть есть и групповые курсы до групповые есть индивидуальные то есть групповые кстати есть и бесплатные если сильно постараться то можно это все то есть найти но если ты хочешь ну то побыстрее это все потому что это в твоих интересах то есть если я не хочу там условно постоянно работать раз ну каким-то рабочим я мог бы так самоустроиться где-нибудь на заводе у себя дома а хочется чего-то большего то есть ты начинаешь уже искать какие-то пти реализации этого всего то есть в первую очередь это язык ты получаешь категорию условно b1 есть там это языковая категория это уровень знания языка да когда у тебя есть вот это ты уже свободно разговариваешь на польском то есть помимо этого я понятно же первое время как-то так вообще это было очень сложно но потом как часто вы путешествуете два раза в месяц выезжать куда-нибудь ну на выходные условно это очень такой скажем так формат орла и решки может быть я тут прорекламирую но все-таки то есть на выходные у поехать куда-нибудь другую страну даже не то что там другой город другую страну там там это на самом деле очень просто то есть это не так дорого ощущается на самом-то деле потому что я еще раз говорю то есть билеты в первую очередь очень дешевая то есть гостиницы на гостиницы дорогие дешевая ну тут все зависит от желания от бюджета да то есть и хочет но иногда там снимаем какие-то хостелы там чуть попроще если там хотим может быть там подольше если хочется какой-то там не знаю чего-то какой-то романтики лишь счет что-нибудь в этом роде туда мы там можем снять даже отель в принципе не очень дорогую дорогой условно там долларов 40 получается где-то за ночь хочу пожелать чтобы они не боялись чтобы они не боялись если все-таки посетила какая-то мысль сюда приехать ну что попробовать что-то новое не стоит этого бояться можно сразу же смело обращаться вот в компанию которая поможет то есть они же не только скажем так с приглашением или там трудоустройством то есть точно также с обывательством здесь помогают то есть карты побыта и вот вид на жительство и все это то есть если ты не знаешь как как это все про ну осуществить всегда можно смело обращаться в компанию то есть они помогут в этом хорошо я хочу всем пожелать хорошего дня хорошего настроения и до встречи всего хорошего настроения и до встречи всего хорошего